Так, всем привет! Начинаем запись дистанционной установки. На дворе у нас 19.53. Так, заказчик пишет мне в WhatsApp. Сейчас я найду его номер AniDesk. Так, да, он мне прислал AniDesk. 1-8-1-2-7-6-7-1-1-8. Так, я отправил вам запрос на подключение. Вам необходимо его принять. Сейчас я переподключусь. Почему-то ошибку выдаёт. Так, сейчас заказчик посмотрит, почему ошибка. Так, он пишет. Вылетают. А, он его, наверное, не установил. Так, вам необходимо установить программу. Там оранжевая кнопка. Установите AniDesk. Возможно, вы её просто открыли в портативном режиме, а не установили. Так, сейчас установит он. И мы с вами продолжим. Так, запись пошла. Так, заказчик у нас принял курсор. Он должен не трогать. Если заказчик трогает курсор, у меня блокируется. Так, курсор не шевелите, чтобы у меня был доступ. Если вы шевелите курсором, я не могу управлять компьютером. У меня красный значок появляется. Так, AniDesk. Так, заказчик скачал 7-зип. И заказчик скачал архив. Он даже оба 7-зипа скачал. И 64 и 32-битный. Так, рестарт не нужен нам компьютера. Так, это в корзину отправим. Теперь через 7-зип. Так, запись идёт, микрофон включен. Надо контролировать, а то я бывает мимо кассы разговариваю. Так. Да. Вечно у меня на вечер дистанционки получаются. Видимо, все после работы приходят и решают заниматься компьютером. Так, заказчик написал, что ушёл курить. Так, ему можно звонить. Так, хорошо, пока вы не потребуетесь, я напишу вам чуть-чуть позже, когда понадобитесь. Если, конечно, соединение не разорвётся. Так. Так, я архив извлекаю. Я, конечно, молодец. А я компьютер не проверил на наличие антивирусов. Так. Он ещё и подтормаживает. Блин, зря я так поспешил. Я что-то заболтался с этим сим-зипом. Блин, ещё язык не хочет меняться. Давайте ручками поменяем. Да, компьютер не самый быстрый, мягко говоря. Так, у нас надо заказчику написать, чтобы он его на зарядку поставил. Так, и поставьте компьютер, пожалуйста, на зарядку, чтобы он в самый ответственный момент не разрядился. Так, ну заказчик пока сообщение не читает. Так, ну пока нам хватит с вами. Так, установка, удаление. У нас семёрка, судя по тому, что я вижу... Да, вчера дистанционка на одиннадцатую винду на современный компьютер на i5 была. Там было прям побыстрее. Тут, похоже, придётся повозиться. Главное, чтобы компьютер не вырубился. Так, у нас здесь антивирусов нет, благо список программ коротких. Надо штатного защитника сейчас посмотреть. Тут, по-моему, он ещё защитник называется. Ну давай, грузись быстрее, ты уже извлёкся архив. Ну, параметры. Не использовать эту программу. Надеюсь, он ничего не успел удалить. Но если успел, я ещё раз извлеку программу. Что поделать? Так, вот у нас наша... А, у нас программа тут в архиве. Я забыл, что я специально для того, чтобы поспешу. Если я поспешу, я в дополнительный архив программы портативную спрятаю. Вот я умный. Пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Сам для себя сделал. Не первый раз я уже начинаю спешить. Так, у нас здесь нетфреймворк 4.8 вообще встанет на семерку. Давайте узнаем. Если что, у меня в архиве есть 4.6. Надеюсь, не придётся качать 4.5. Так, я не сделал скриншот сведения о системе. Или посмотрел, на какой компьютер вообще ставлю. Так, Core 2 Duo, T75-00, 4 гигабайта памяти, 64-разрядная, семёрка максимальная. Красота. Так, первый скриншот в кассу на рабочий стол пошёл. Так, но компьютер пока живёт. Так, готово. Я нажму на паузу, потому что процесс не быстрый. Вернусь, когда завершится установка нетфреймворка. Хотя, вот оно что-то быстро пошло. Давайте минутку подождём. Тут у нас Core 2 Duo. Ну, в принципе, нормальный процессор. Windows вроде не захламлённый. Так, а ну, а ну. Ждём. Давайте сделаем скриншот красивые буквы Microsoft.net. Ээээ. Так, на рабочий стол. Я прочитал. Так, на установку у нас пошла. Красота же. Красота. Значит, 4,8 на семёрку максимальную ставится. Я не посмотрел, какая сборка. Но на семёрку можно поставить. Я почему-то думал, что 4,6 только ставится. Хотя у меня были семёрки, старые сервис-паки, на которые пришлось 4,5 скачивать версию. В архиве у меня её нет. Я решил эту задачу, но было неприятно. Но благо, такое один раз было. По крайней мере, в ближайшее время. Пока я делаю установки, пока мастер летом в отпуске. У меня оба мастера в отпуске. Сейчас нового сотрудника я нашёл, но он пока больше на монтаже роликов. То есть, вот эти дистанционки, которые я делаю, я их не в мусорку выбрасываю, я их записываю, он их монтирует и выкладывает. А то у меня куча дистанционок, они стали неактуальны и пошли в корзину. Потому что их надо монтировать, выкладывать, а они уже устарели. Проще вон каждый день 1, 2, 3 дистанционки. Хотя бывают и дни, неделю подряд вообще ноль, а потом по 5 штук в день. С утра до вечера можно сидеть так. Люди почему-то все вот прям по числам как будто живут. До 20-го мы ничего не покупаем, а после 20-го прям надо всё сразу. И дилерский, и софт, и мультимарочный. И желательно всё в один день. Одному заказчику на один компьютер в один день 3 программы. И ещё двум другим там по несколько штук. А бывает прям вот тишина. Но тут тоже сезонность влияет на дачи, все разъезжаются и тому подобное. Это, наверное, сейчас везде. Сейчас погода дождливая. У нас сегодня целый день дожди. И вот люди вечером, по крайней мере, мне понаписали. Что вчера, что сегодня. Так, я нажму на паузу, а то я тут начинаю рассказывать. Вернусь, когда установится. Так, короткое включение. Пока я жду здесь. Заказчик включил питание. Так, да. Сбалансированный. 43% доступно. Заряжается. Всё, значит, можно не бояться. Заказчик опять написал, что он отойдёт. Ну, это не критично. Так. Ну что, опять пауза. 20.06. Сколько я не засёк. Ну, что-то долго прям. Компьютер не самый быстрый. Хотя и далеко не самый плохой, на какие я ставил. Так что всё нормально. Минут за 30, я думаю, справлюсь. Так, короче, только я поставил паузу, у нас установка завершена. Не знаю, зачем мне столько скриншотов. Взял принтер свой, включил. Так. Ну, много, не мало. Так, это должно быстро установиться. А C++ опять будет долго ставиться. SQL Server у нас быстро ставится. Так, запись идёт. Всё. Принимаем. Так, что-то не очень быстро. Я, короче, паузу. А, ладно, только хотел паузу поставить. Запускаем все плюс-плюсы. Это, походу, надолго. А без неё не прокатит. Сейчас сижу, выкрутил громкость микрофона на максимум. А при этом, вы, я думаю, слышите, никаких нету дефектов речи. Именно звуков лишних. Хотя у меня должен как бы перегруз микрофон ловить. Потому что микрофон качественный. Даже если выкручивать гейн на самом микрофоне на максимум. И плюс делать в настройках Windows. В микрофон, в настройках микрофона. Здесь сотку ставить, чувствительность. Всё равно хорошо слышно. Я далеко довольна от микрофона. Он конденсаторный. В целом, эхо минимума, голос хорошо слышно. Покупал микрофон сто лет назад. У меня сейчас куча рекордеров есть. Но он всё равно у меня чисто в USB включил. Звук проверил, что бандикам его поймал. Или ОБС. И всё прекрасно работает. Так, ладно, я нажму на паузу, чтобы опять не рассказывать обалденные истории. И не затягивать дистанционку. Вдруг их кто-то реально смотрит вместо инструкции. И они, наверное, бесятся. Если я так начинаю много трепаться. Поэтому ставлю паузу. Вернёмся, когда уже установится. Как же это долго, ёлки-палки. 20-14. А оно ещё ставится. Короче, уже 10 минут прошло. А оно всё устанавливается. Не надо так. Так, ну наконец-то. Не прошло и 3 года. Да, даже вон заказчик мне пишет, что готово. 15 минут или около того. Всё. Наконец-то мы переходим к извлечению. Ох ты, ёлки-палки. К извлечению нашей портативной программы. Меняем язык. Наконец-то. Победа. Вообще. Что-то затянулась дистанционка. У меня большие планы на вечер были. Но судя по всему. Они сильно сдвинутся. А учитывая, что завтра рано вставать на тренировку. Ещё и сожмутся по времени. Так, сколько там? Две минуты. Пауза. Так, извлечение у нас подходит к завершению. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Что мы берём? Ярлыки на рабочий стол. Если бы ещё не подтормаживало. Вообще прям по красоте было бы. Папку нажимаем вырезать. Я уже ищу значок. Привык к 11 винде. Обалдеть. Копируем папку. Программ файла с x86 по пути на локальный диск C. Так, ну что у нас теперь? Момент X. Начинаем инициализацию. Сейчас надо будет ещё мне ключ активировать. Заказчик мне приобретал Kegen. Так что я сейчас на своём компьютере ключ себе перекину. На рабочем компьютере его сделаю. И верну его обратно. Но до этого момента ещё пока чуть-чуть рановато. Нажимаем next. А, зачем next? Надо сделать скриншот. Я забыл про скриншоты, да? Да. Ну ничего. Ничего. Я уже устал. Так, вот этот ключ я себе сейчас скопирую. Создам текстовый документ. Всё. Сейчас я его себе перекину на рабочий ноутбук. И вернусь. Ждёмся. Так что мы продолжаем. Так, заказчик переживает, что я ничего не делаю. Так, я сейчас как раз ключ сделал. Так, control-C, 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 control-V, надо поставить язык. А теперь control-C, 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 control-C у нас пошла активация так ну ладно финишная прямая кстати вчерашний заказчик так и не вышел на связь прошивать ему прибор сегодня утром я должен был сделать так а этот заказчик мне писал мне писал мне писал что прибор у него вообще еще нет да это этот заказчик да то он ждет его он его заказал заказал не у меня но программное обеспечение взял у меня прибор ему придет он мне позвонит или напишет и мы прошьем ему прибор установим драйвера а точнее в обратном порядке как все долго елки-палки этот компьютер он вроде нормальный но по сравнению со вчерашним это конечно трэш вчера был а и 5 11 поколения шустрый компьютер 8 гигов оперативы прям мух ddr 4 и паузу сейчас нажмешь да только хотел пропал выговорить ну ладно делаем скриншот вчера мы кстати ставили красный был файда и 150 е а сегодня мы в таком сиди пистая ну софт в таком прибор заказчика будет дэнфай они распространены хотя я такомов хватает русский забыл скриншот с языками делать давно не делал их много делаю скриншотов много немало вот наш интерфейс нашего замечательного таком давайте сделаем еще скрин интерфейса тут по-моему на два поста у меня скринов хватит много немало сделаю два поста скринов мне не впервые так микрофон включен запись идет это и тут болтаю также запускаем от имени администратора обязательно грузовики потому что путь ярлыка указывается трак с приписка и может легковая программа открываться если двумя щелчками левой кнопки мыши открывать так что правой кнопкой мыши запуск от имени администратора не забывайте скриншотов едут на два поста по наделаю ну ладно будет 2 больше не меньше такая длинная дистанционка можно было три поста сделать а так блин вообще заказчик радуется что уже идет завершение но уже да уже близко видео получится там минут на 25 по факту у меня времени ушло час тогда я заканчиваю получается нам драйвера ставите прошивать прибор ну мы не можем это сделать потому что прибора нет еще поэтому я сейчас сделаю себе скриншоты в принципе все заканчивается установка даже язык сейчас уже на русский автоматически перейдет программа не знаю зачем я это заказчику голосовое сказал я хотел это проговорить вам на видео но голосовое пишу я одновременно и заказчику голосовое записываю и сразу на тех кто это видео посмотрит ну и нормально информация лишней не бывает спорное утверждение но не в данной ситуации заказчик не обидится так у нас язык русский как я и заказчику сказал так делаем скриншоты я сделаю скриншоты марок доступных чтобы посты были более информативные и вы тоже на видео можете посмотреть кстати да в любом случае польза и для видео и для тех кто будет смотреть скриншоты так программа у нас установлены все еще рецензии у нас есть про он лимитед так нажимаем окей закрываем программу это можно отправить в корзину это у нас остается заказчику почему-то глюч от иконки но они потом должны починиться но это не точно так так работа выполнена в полном объеме ну как в полном на той стадии на которую мы сейчас можем ее закончить тогда с вами на связи напишите мне сюда или в переписку в сообщество когда вам приедет сканер так ждем что мне сейчас заказчик печатает так заказчик написал спасибо напишет все на этом мы завершаем видео спасибо за просмотр у кого вопросы какие-то появились пишем в сообщество пишем не ватсап telegram все номера реквизиты будут в описании к видео и закрепленном комментарии все я уж торможу без 29